Классики русской литературы связаны своим творчеством с самыми значительными страницами русской истории. Невозможно понять характеры героев без рассмотрения образа исторического времени в произведении. Сегодня вы познакомитесь с рассказом писателя Ивана Сергеевича Тургенева «Муну», в котором судьбы героев связаны с историческими событиями. Вы сможете увидеть непримиримое отношение писателя к несправедливости, поймете, как крепостное право повлияло на судьбы людей, а также сможете определить роль портрета и интерьера в формировании представлений о литературном герое. Иван Сергеевич Тургенев родился в 1818 году в богатой дворянской семье. Его детство прошло в деревенском поместье родителей Спаская-Лутовинова, которое находится в современной Орловской губернии в России. Главным лицом в семье была мать писателя Варвара Петровна. Это была очень богатая женщина, которая имела несколько имений и тысячи крепостных крестьян. Давайте обратим внимание на новые и не совсем понятные нам слова. В эпоху крепостного права крестьяне принадлежали помещикам. Они трудились на его земле и вынуждены были отдавать ему большую часть собранного урожая. А тот, в свою очередь, мог наказывать, продавать и покупать крестьян. Детей разлучали с родителями, брата с сестрой, мужа с женой. Такое право помещика называлось крепостным. Так продолжалось в России до 1861 года, пока крепостное право не отменили. Варвара Петровна, выросшая сиротой в доме богатых родственников, которые постоянно обижали и унижали ее, став богатой наследницей, вымещала всю свою злобу на подневольных крестьянах, за что на всю округу была известна как «очень жестокая барыня». Своенравная, властолюбивая, она никогда не задумывалась о том, что крепостные тоже люди. Да и к детям своим Варвара Петровна относилась без особой любви. «Мне нечем помянуть моего детства», — говорил Тургенев. «Ни одного светлого воспоминания. Матери я боялся, как огня». В детстве каждый день Тургенев видел ужас крепостничества, поэтому, став писателем, он дал Анибалову клятву, то есть клятву до конца жизни, бороться за отмену крепостного права. А рассказ «Муму» — это первое произведение, в котором писатель показывает все пороки крепостничества. Примечательно, что в основе рассказа лежит реальная история, которая произошла в доме матери писателя в Москве. Прототипами главных героев, то есть людьми, с которых были списаны характеры, внешность, поступки, являются хорошо знакомые Тургеневу люди. Мать писателя, Варвара Петровна, стала прототипом жестокой барыни. У Варвары Петровны на самом деле был немой дворник Андрей. Внешне это копия Герасима. Именно он и стал прототипом Герасима. По приказу барыни он утопил свою собаку, однако не покинул жестокую барыню, продолжая безропотно служить ей. Итак, рассказ повествует о судьбе глухонемого дворника Герасима, которого московская барыня, известная своим вздорным характером, забрала из деревни по своему желанию. На первых страницах Тургенев описывает историю отношений Герасима и прачки Татьяны. Однако по воле барыни Татьяна выходит замуж за пьяницу башмачника Капитона. Через некоторое время Герасим находит щенка, которому дают кличку Муму. Собака скрашивает безрадостное существование дворника, как и прочих обитателей дома. Однако однажды барыня, будучи не в духе, приказывает избавиться от собаки. Герасим выполняет приказ и топит Муму, а потом навсегда покидает дом барыни, возвращаясь в родную деревню. Познакомившись с содержанием рассказа, замечаем, что для Тургенева было свойственно давать характеристики героев полными и точными, чтобы читатель сразу смог понять, кто есть кто. Поэтому немалую роль в рассказе сыграли портрет, интерьер и пейзаж, с помощью которых мы как бы находимся среди героев и наблюдаем в сторонке за происходящими событиями. Обратимся к образу барыни. Из описания внешности помещицы автор ничего, кроме сладкой улыбки на сморщенных губах, не приводит. Можно представить, что это старая женщина в белом чипце, окруженная многочисленной прислугой. Чипец – это головной убор. Обратите внимание на иллюстрацию. И вот здесь роль интерьера очень важна. Через него читатель узнает, каков же внутренний мир самого персонажа. В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимися балконами, жила некая барыня, вдова, окруженная многочисленной дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж, она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. Из данного отрывка можно сделать вывод, что барыня очень жадная и давно всеми позабыта-позаброшена, даже сыновья и дочери ее не навещают. И барский дом тоже запущен и неухожен. При описании барыни Тургенев использует развернутую метафору. День ее нерадостный и ненастный, давно прошел, но и вечер ее был чернее ночи. Утро символизирует детство и юность, а день – это зрелость, вечер – старость. Автор показывает, что жизнь этой женщины безрадостна и старость совсем мрачная. Для человека день ненастный – это когда нет солнца, а ведь солнце – это жизнь, дружба, любовь. Но не было у барыней ни жизни, ни дружбы, ни любви, хотя, казалось, были и дети, и многочисленные слуги. Тургеневу хватило 50 слов, чтобы изобразить капризную старуху. Она деспотичная и жестокая, которую не волнует ничего, кроме ее самой. Она же заложница своего настроения, которое чаще всего плохое. Она не привыкла считаться с чувствами окружающих и управляет их жизнями, как ей вздумается. Вмешиваясь в личную жизнь других, она пытается восполнить свою внутреннюю пустоту. Всю свою злобу барыня вымещала на многочисленную прислугу. Помещица, имея неограниченную власть над людьми, распоряжалась их судьбами, а они из-за страха беспрекословно подчинялись ей. Например, прачка Татьяна. Хрупкая, маленького роста. Раньше она была красавицей, но красота ее быстро поблекла. Душа прачки настолько изувечена постоянным страхом и тяжелым трудом, что девушка даже мысли не допускает, что достойна лучшей доли. Поэтому она оказывается не в состоянии откликнуться на теплое чувство к ней Герасима и демонстрирует рабскую покорность воле хозяйки. Выходит замуж за пьяницу капитона. Пьяница, горький башмачник капитон Климов — это еще одна искалеченная судьба. Он всегда считал себя обиженным и недооцененным, и поэтому постоянно пил. Через год после женитьбы капитон совсем спился и был отправлен вместе с женой Татьяной в деревню. В рассказе мы знакомимся с главным дворецким барыней Гаврилой. Он отвечает за порядок в доме хозяйки, ему подчиняются все слуги. Он просто занимает более высокую должность среди остальных крепостных. Он создан, чтобы управлять. Глазки у него желтенькие, а нос какой-то утины. Гаврила выполняет все желания и прихоти барыни, унижается перед ней и в угоду ей унижает других. Но, что стоит отметить при этом, ворует у нее же чай и сахар. Счастливы эти люди? Конечно, нет. Они недовольны своей судьбой, но, чтобы выжить, готовы унижаться, угождать, готовы на предательство и даже на подлость. А причина таких сложных взаимоотношений кроется в крепостном праве, где ответственность за человеческие судьбы возложена на барские плечи. Таким образом, Тургенев изображает искалеченные судьбы людей, прислуги барыни, среди которых особенно сильно выделяется немой дворник Герасим. Судьба наградила его красивой, могучей внешностью. Его можно сравнить с былинным богатырем. Огромной силой великан, тосковавший по родному краю, исправно выполняет свою работу, но среди дворовых слывет нелюдимым затворником. Герасим немой, но за него говорит обстановка, в которой он живет. Это и есть интерьер. Каморка, в которой жил Герасим, соответствовала его облику. Все здесь было сделано основательно, прочно, крепко. Его комната была тесной, но только в ней он чувствовал себя комфортно. Жизнь Герасима тоже оказывается искалеченной вздорной старухой, а в ее лице крепостным правом. Герасим тяжело переживает замужество Татьяны, находит отдушину в любви к собачке Муму, но он тоже не в состоянии противиться приказаниям барыни и подчиняется ее капризам. Он топит щенка, которого любит и который любит его в этой жизни. Но однажды дворник уйдет от барыни. Он не сможет простить ее и вернуться в дом. Обратите внимание, что все герои рассказа имеют имена, кроме барыни. Почему? В образе причудливой старухи находим отражение страшное явление русской жизни XIX века, порожденное крепостным правом. Это собирательный образ помещиков того времени, их бездушное отношение к простым людям. Крепостное право – основная проблема рассказа. Тургенев изображает крепостничество и крепостных в самых темных тонах. Крепостное право в те времена лишало человека всего – собственных мыслей, желаний, свободы. Герасим своим уходом доказывает, что и молчаливый народ может протестовать и иметь свое мнение. Сам же Тургенев считает, что крепостное право одинаково губительно как для крепостных, так и для помещиков. Их души тоже оказываются искалеченными, уродливыми чертами крепостничества. Сегодня вы познакомились с рассказом писателя Ивана Сергеевича Тургенева – Муму. Смогли увидеть непримиримое отношение писателя к несправедливости, проанализировали характер взаимоотношений героев, а также определили роль портрета и интерьера в рассказе. Проверьте, насколько вы были внимательны и выполните тестовое задание. Классики.